К сожалению, главной новостью прошедшей недели стала новость печальная и трагическая. От нас ушел городоначальник Ульфат Мустафин. Пометуя о том, что 2600 лет назад Грек Хилон высказал мысль, что говорить о мертвых либо ничего, либо полную правду, я, пожалуй, не стану никак комментировать это событие. К сожалению, поговорка эта видоизменилась за многие века и превратилась в нечто совсем неудобоваримое по поводу ничего или хорошее. Нам еще предстоит осознать и обсудить то, какой вклад внес или не внес в развитие Уфы Ульфат Мустафин. Однако сейчас точно говорить не о чем. Те, кто были знакомы, должны предаваться скорби и печали. Те, кто не знали лично Ульфата Мансуровича, могут порассуждать о том, кто придет на смену Мустафину в мэрию города Уфы. Однако судачить о смерти Мустафина и особенно о обстоятельствах смерти городоначальника я точно не буду. В отличие от людей, сдержанных и воспитанных, придворные клоуны Белого дома позволяли себе все что угодно вокруг вот этого печального события. Я говорю в первую очередь о Ростиславе Мурзаголове, который ежедневно что-то публиковал, грозил, угрожал, выставлял какие-то условия в информационном пространстве. Ну и апофеозом вот этого вот мракобесия случилась его проповедь со страниц сайта Эхо Москвы в Уфе о том, что какие-то всевышние силы теперь покарают всех, кто посмел рассуждать и разговаривать и информировать людей о событиях вокруг Мустафина. Мурзагулов, понимая, что он действительно не обладает никакой властью и никакими полномочиями, особенно в области кого-нибудь покарать, обратился к метафизическим силам, превратился в проповедника, начал грозить какими-то небесными карами. Ну, по-моему, для всех очевидно, что человек всерьез нездоров, надо бы, наверное, друзьям, знакомым, близким, те, кто контактит с ним лично и постоянно, нужно обратить на это внимание. Человеку действительно нужна помощь, пока не случилось что-нибудь страшное или необратимое. Может быть, какой-нибудь союз черлидеров выделит там людей для того, чтобы помогать ему и ухаживать за ним. Ну, в общем, что-то надо делать с Ростиславом. Времена нынче стремительные, и вот уже буквально вчера заговорили и зарассуждали о том, кто же придет на смену покойному Ульфата Мустафина в мэрию Уфы, были выдвинуты совершенно фантастические предположения, некоторые из которых я склонен расценивать как дымовую завесу. В частности, все разговоры о том, что на место градоначальника Уфы может прийти господин Авзалов, мэр Сибая, господин Мавлиев, мэр Нефтекамская, или господин Иванюта, мэр Белорецкого. Все вот эти разговоры я все-таки считаю дымовой завесой и отвлечением, на самом деле, внимания от реального выбора, кто же может прийти на место градоначальника. В серьез обсуждается фигура Рената Баширова. И все бы хорошо, и действительно, по масштабу нынешней позиции Рената в Белом доме, занять место мэра Уфы Ренату, в принципе, вполне было бы возможно. Если бы не одно «но». Ренат напрочь и категорически испортил отношения с Федеральной службой безопасности. Было два серьезных инцидента, связанные с ним и с работой этого ведомства. Генерал Серышев в запале даже пообещал, что он добьется того, что Ренат не будет занимать должности на госслужбе. В общем, вот это может послужить очень серьезным препятствием для занятия этой позиции со стороны господина Баширова. К счастью, не только печальные события происходят в нашей жизни, но и значимые события. Я не могу дать точную оценку тому предмету разговора, о котором мы сейчас поговорим, но, видимо, в скором времени получится это сделать. И говорю я о том, что в госсобрании Курлута Республики Башкортостан в окончательном чтении принял закон о земле, так называемый закон о земле. Называется он иначе, конечно, но для простоты и понятности его называют теперь так. И речь в этом законе идет о том, что перераспределяются полномочия между муниципалитетами и республиканской власти в части распоряжения неразграниченными землями муниципалитетов. Речь идет о том, что полномочия выделять земли в пользование или продавать земли в частные руки переходят от муниципалитетов к Министерству земельных и мощных отношений госпоже Полянской. И теперь централизованное республиканское ведомство будет распоряжаться неразграниченными землями муниципалитетов. Мало кому известно, что в 2015 году произошел ровно противоположный процесс, и эти полномочия были переданы из Министерства земельных и мощных отношений обратно в муниципалитеты. Вообще, о чем, собственно, разговор и почему такой шум гамм, почему такая реакция случилась вокруг этого земельного вопроса? Власти, забирая полномочия у муниципалитетов, мотивируют тем, что очень уж много нарушений. В муниципалитетах практически у каждого главы есть трение с законом по поводу законности-незаконности выделения тех или иных участков. Многие главы попали под уголовное преследование, а парочка-тройка даже получила приговоры на эту тему. Вообще, земля – это основной камень преткновения у муниципалитетов, но, однако, надо отметить, что это и единственный актив у муниципалитетов. У муниципалитетов практически нет налогооблагаемой базы, то есть источника финансирования. Бюджеты многих районов и маленьких городов и сельских поселений просто ничтожны. И земля является, вернее, уже являлась единственным активом, которым можно было хоть как-то прокормиться. Теперь этот актив уходит к республиканской власти. Команда Хабирова и лично Хабиров с пеной у рта доказывали о том, что это необходимо, что это полезно, что это правильно, что в районах совершаются преступления, правда, не объясняя того, как же так получается, что набранная самим же Хабировым команда управленцев муниципальной власти, в общем-то, кинулась во все тяжкие и регулярно совершают преступления. Вот это, конечно, было уязвимым местом в логике республиканской власти, но вот на прошедшей неделе случилась совсем уж неприятная история. В день, когда Курултай должен был принимать в окончательном чтении этот закон, Хабиров решил поприсутствовать в Курултае, взял для убедительности с собой Саша Сидиакин, и вот вдвоем они отправились в Курултай, а около Курултая случилась неприятность. Случились протесты, и случился такой импровизированный митинг граждан, которые были против принятия вот этого земельного закона. Вопреки своему обыкновению, Хабиров обратил внимание на протест и даже подошел поговорить с людьми. Честно говоря, делает он это нечасто, ну, по-настоящему, по крайней мере, в этот раз случилось по-настоящему, и случилось, в общем-то, нехорошо. В конечном итоге Хабирова освистали, обругали, значит, и заявили о своем ему недоверии, но внимание достойно и то, что говорил сам Хабиров. Вот тут, конечно, во всей красе проявилась его неспособность к импровизации. Хабиров попытался вступить в дискуссию с народом, вот хотя он напрочь отрицал, что это народ, он всем конкретно и очень настойчиво рекомендовал не ассоциировать себя с народом, отговорить только от себя. Народ действительно был достаточно много, и назвать это народом было вполне можно, ну, хотя бы как принято так говорить. Цитировать Хабирова вот в этом диалоге одно удовольствие, в том смысле, что, конечно, это больше подходит для какого-нибудь камеди-клаба или иного формата стендапов, но что поделать, то, что есть, то и есть. Собственно, в чем весь конфликт, который случился около Курултая, конфликт был в том, имел ли право моральное, юридическое и прочее Хабиров забирать вот эти полномочия муниципалитетов. Собравшиеся высказали претензию Хабирову, что он отобрал в пользу министерств вот эти полномочия, на что Хабиров дословно возразил следующее. Мы передаем полномочия не министерству, а республике, а республика, вот она, перед вами стоит, сказал Хабиров, показав на себя и на скромно молчавшего в сторонке Сашу Сидякина. Ну, вот это, конечно, особенно поразительная фраза. Многие, конечно, ее расценили как неприличную, эгоцентричную. Многие вспомнили о том, как Людовик XIV говорил о том, что государство сидит напротив вас и грызет куриную ножку, имея в виду самого себя. Ну, в общем, вот, конечно, вот такая имперская ассоциация, конечно, возникла неизбежно. И, в общем-то, дальше все покатилось по наклонной. Те, кто собрались перед Крултаем, категорически не согласились с Хабировым, что республика это только он и Саша Сидякин, и то, что они не народ. В общем, конечно, тут дальше уже была такая вполне себе приличная склока. В частности, обсуждалось то, должен ли был Хабиров посоветоваться с народом. Я понимаю, что звучит это ужасно наивно, и формы вот такого взаимодействия с населением не существует, там, посоветоваться с народом. Но существует много разных форм, при которых можно хоть сколько-нибудь понять мнение населения. Однако Хабиров категорически заявил собравшимся о том, что он не считает необходимым никаких процедур соотношения своей точки зрения с точки зрения населения. Он заявил, что ничего там с народом не надо было согласовывать, и так далее, и так далее. В общем, конечно, получилось очень нездорово. Когда Хабиров уходил, вслед ему кричали, что мы вас не избирали, и вы там не наш глава и президент. Кстати говоря, Хабиров там в запале оговорился о том, что он там чуть ли не президент и прочее. В общем, вышло, конечно, очень неуклюже. Я не знаю, кто советует Хабирову делать или не делать те иные поступки по ходу своего присутствия в публичном пространстве. Судя по всему, никто. Он действует спонтанно. В 90% случаев у него получается неудачно. И, в общем, вот этот вот багаж негативных контактов с населением, он все приумножается и приумножается и приумножается. Хвастаться не очень хорошо, но я все-таки сегодня попробую. Дело в том, что на прошедшей неделе наш канал прошел определенный рубеж по количеству подписчиков, и мы превратились в самый крупный общественно-политический YouTube-канал Республики по количеству подписчиков и количеству просмотров. И это очень радует. Но за это все я, конечно, должен благодарить не только себя и свою команду, но и вас, наших зрителей, которые очень хорошо и очень эффективно продвигают наш канал внутри YouTube и вообще в интернете. Я все время напоминаю о том, что нужно ставить лайки. Это бесплатно и почти абсолютно не занимает никакого времени. Я благодарен тем, кто помогает каналу материально. Я благодарен тем, кто репостит наши выпуски на любых платформах, это ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. В общем, продолжаем расти, продолжаем вас радовать. Спасибо вам за поддержку. Продолжаем в том же ключе. Как я уже упоминал в предыдущих передачах, судя по всему, у башкирских властей закончились ресурсы по борьбе с пандемией COVID-19 и в бой был брошен последний резерв партии «Единая Россия». Хабиров очень надеялся на то, что Рустем Ахмадинуров опять организует ему какую-нибудь очередную дымовую завесу и чего-нибудь такое отчебучит. И Рустем Маратович не заставил себя долго ждать. В исполкоме партии «Единая Россия» уже бытует такая поговорка, что если хотите что-нибудь или совсем испортить, или погубить, поручите это дело Ахмадинурову. Ну, в общем-то, ситуация с COVID-19 не стала исключением. 26 октября Рустем Ахмадинуров организовал прямой эфир под названием «Медики против COVID-19». Медиков в прямом эфире изображали трое, из которых только один был дипломированным врачом. Состав был весьма странным. Это сам Ахмадинуров, которого никак нельзя назвать медиком. Это ректор Башкирского государственного медуниверситета Валентин Павлов и бьюти-блогерка Евгения Машко, которую позвали на это мероприятие совершенно непонятно зачем. Справедливости ради надо отметить, что сам Ахмадинуров не особенно выделялся, не особенно пытался играть роль медика в эфире, но блистал, конечно же, Павлов, профессор и ректор медуниверситета, основные тезисы исходили от него. И, собственно, вкратце о чем говорили эти три чудо-богатыря борьбы с ковидом на этом прямом эфире. Первый тезис, который выдвинул господин Павлов, это то, что ковид является инструментом естественного отбора человечества. Мы снова включились в естественный отбор. Мы снова включились в естественный отбор. Естественный отбор, который человечеством был запланирован, начиная с первобыстного века, который уже прекратился, что умрут слабые физически. То есть, переводя на русский язык, слабые должны умереть, выживут сильнейшие, и, собственно, с этим ничего, видимо, делать не нужно. Также господин Павлов заявил, что, чтобы выжить и не умереть от ковид-19, надо перестать болеть всякими хроническими заболеваниями, например, диабетом. Вы не будьте толстыми, вы не будьте алкоголиками, вы не будьте диабетиками. Павлов, по сути, предъявил претензию населению в том, что вот это несносное население по собственной вине болеет диабетом. Медики, врачи, люди, понимающие, о чем идет речь, возмутились до глубины души, зная, что диабет – это хроническое заболевание, что, в общем-то, в подавляющем большинстве случаев диабет не вызван нарушением режима питания, а является либо наследственным, либо эндокринным заболеванием и очень тяжелым заболеванием. И обвинять людей в том, что они болеют этой болезнью, конечно, абсолютно безнравственно. И на мой взгляд, и на взгляд медиков. Также госпожа Машко вместе с господином Павловым опровергли все рассуждения о том, что в аптеках и в продаже недостаточно лекарств, а Евгения Машко даже поделилась своим ярким опытом поиска лекарств в интернете. Есть справочный аптек. И если искать по справке, то реально сегодня найти можно любой препарат. Есть, любой препарат есть. У меня знакомые находили и Кликсан, и Ксорелту, и Цифтриаксол, и все, что угодно. Это первое. Поэтому нужно просто здесь пользоваться интернетом. Судя по всему, ее приводит в восторг вот этот механизм, что в интернете что-то можно найти, она очень задорно об этом рассказывала. Все присутствующие в один голос хвалили и расхваливали систему здравоохранения Российской Федерации. Один из них договорился даже до того, что в России самая великая система здравоохранения, потому что не надо платить страховку в 200 евро, как в Германии. Вот такое мнение высказал господин Павлов. Вы-то сами как нам помогаете. Мы что, вам должны, и мы должны пожизненно вас теперь лечить? Нет, товарищ мой дорогой. А вы ходите 10 тысяч шагов каждый вечер? Я хожу. Да, а вы пьете кумыс? А вы ведете здоровый образ жизни? Понимаете? Понимаете? Мы не излечим товарищей всех. И вот те страны, в которые не социально и не декларируют, они же не говорят, ну хотите, но есть у вас деньги? Ну будем вас лечить, 300 долларов в день стоит госпитализация на реабилитационную койку в Германии. Хотите, хотите вам, мы вас будем лечить. А не хотите, не будем. Страховка позволяет, будем. Не позволяет, не будем. 50 миллионов США людей не имеют страховки медицинской. 56. Также они говорили о том, что вы подумайте, а в Америке вообще нужно 700 долларов платить ежемесячно и так далее, и так далее. Правда, эти чудо-агитаторы умолчали о том, какие суммы россияне регулярно и всю жизнь практически отчисляют в фонд обязательного медицинского страхования, и что они в результате получают на выходе. Ни слова выступающие не говорили о недостатке скорых помощей, о том, что теперь скорая помощь может и целые сутки ехать к человеку, ну в общем-то не являясь и перестав быть по-настоящему скорой. Об этом они стыдливо умолчали. Также господин Павлов заявил, что несмотря на то, что происходит некая борьба с пандемией, до конца года все должны переболеть ковид-19. Вот этот тезис тоже очень спорный на самом деле. Ну и совершенно уже дойдя до абсолютного абсурда, Валентин Николаевич заявил о том, что задача врачей, цитирую дословно, стремиться к тому, чтобы как можно больше людей перенесли болезнь бессимптомно. Вот тут даже у меня, человека, имеющего довольно скромные медицинские познания, есть вопросы к профессору медицины господину Павлову. Это каким же образом врачи должны стремиться к тому, чтобы люди переболели бессимптомно? Какие действия и усилия должны предпринимать врачи, для того, чтобы это случилось? Совершенно непонятно. Ну, очень много на этом прямом эфире ругали Запад, говорили о том, что на Западе вообще власти отмороженные, что они штрафуют людей там за не ношение масок, а у нас только всего лишь уговаривают. А также господин Павлов заявил, в общем-то, о том, что долечивать последствия ковида медицина в России вовсе не обязана и не будет этого делать. И долечивание и прочие вот эти вот процедуры реабилитации, это вообще все на совести граждан. Вообще вся вот эта вот история с этим прямым эфиром, который, к счастью, посмотрело совсем ничтожное количество людей, за неделю порядка 700 человек только удосужились вот на это все безобразие взглянуть. Вообще этот эфир стал яркой иллюстрацией той меры лицемерия, которая царит в башкирской власти. Сам господин Павлов, между прочим, не так давно переболевший COVID-19, не рискнул лечиться в общих медицинских учреждениях общедоступных и даже не лечился в собственном ковидном госпитале, который был организован на базе клиники БГМУ. Господин Павлов предпочел лечиться в РКБ номер 2, не доверяя собственной системе, которую он создал по лечению COVID-19. Господин Ахмадинуров также благополучно переболел, получив лучшую в Башкирии медицинскую помощь на базе РКБ-2. И вот эти вот люди, я уж выношу за скобки Евгению Машко, мне ее просто жалко, что она попала вот в эту компанию, я не знаю, какие у нее там были мотивы. Ну ладно, она симпатичная, веселая барышня, рассказывающая нам про длинные каблуки. А вот эти вот два мужика, эти вот лицемеры, бессовестные очковтиратели, которые сами предпочли получить, только потому, что они занимают определенную позицию в обществе, получить лучшую медицинскую помощь, с пеной у рта доказывали нам целый час о том, что вообще во всех болезнях виноваты сами граждане, что рассчитывать на какую-то медицинскую помощь граждане не должны, и что это вообще даже очень безнравственно, что они, вот эти вот самые несносные граждане, получают лучшую медицинскую помощь, да еще и за три копейки, как выразился господин Павлов. В общем, выглядела эта картинка ужасно. Возвращаясь к началу своего комментария, я еще раз отмечу, Рустем Ахмадинуров способен испортить любую задачу, способен провалить любой план. Вот Хабиров ему поручил в общественном пространстве немножко реабилитировать башкирскую медицину, которая, конечно, упала ниже плинтуса. Рустем Ахмадинуров сделал только хуже. Эти люди обратились к населению республики со следующим заявлением. Ковид убьет слабейших, выживут сильнейшие, и забота о выживании возлагается на самих граждан. Не надейтесь получить помощи от государства, выкручивайтесь сами. В больницах, значит, мест нет, зато лекарства есть, ну как будто бы есть. Все, значит, сами купили, три копейки, значит, отдали государству, остальные деньги потратите на себя, значит, и лечитесь как хотите. И не смеете болеть, а если вы заболеете и умрете, то вы самые виноваты. Вот примерно то, о чем нам рассказали эти замечательные люди в своем прямом эфире. Вчера, 30 октября, состоялось очередное заседание суда по делу о передаче акций башкирской содовой компании государству. По крайней мере, об этом требовании Генеральной прокуратуры России. Собственно, заседание это было так же безрезультатным, как и предыдущее. Никакого решения принято не было. Мотивировалось это тем, что Федеральная налоговая служба не сформулировала свои позиции, хотя и была привлечена одной из стороной процесса. Господин Азад Рыбак-Галин, печально известный юрист и рыбак в непонятном состоянии, сделал заявление о том, что он теперь представляет Министерство земельных и имущественных отношений. В прошлый раз он представлял Рекфонд. Видимо, этот человек просто нарасхват. Такого хорошего рыбака трудно найти в нынче. Так вот, господин Галин заявил о том, что он меняет свою позицию, представляем ЗИО, но меняет ее синхронно с Радим Фаритовичем. И речь идет о том, что теперь башкирские власти поддерживают тезис о необходимости передачи акций башкирской содовой компании не во владение республикой, а во владение Российской Федерацией. Ну, собственно, об этом мы много говорили на предыдущей неделе, и больше ничего нового мы не услышали. Следующее заседание суда по вопросу акций БСК назначено на 6 ноября. Это довольно скоро, так что будем следить за событиями. Общественная жизнь, несмотря на пандемию, тоже не стоит на месте. И вслед за неудачной голодовкой дольщиков Менделеева 128-1 случилась голодовка уже в области дополнительного образования. Я говорю о акции протеста сотрудников Уфимской художественной школы, которая происходит сейчас в данный момент сотрудники не согласны с кадровой политикой Уфимской мэрии. Напомню, что этот тлеющий конфликт теперь разгорелся во всю силу. И речь идет о том, что работники этой художественной школы категорически не согласны с тем, кого им назначают в качестве директора. Это такой абсолютно кадровый конфликт. Внутри никто разбираться не стал. Я так понимаю, что одним из интересантов этого вопроса является госпожа Сулейманова. Она продвигает своего человека на эту административную должность. В общем, туда уже поехали депутаты, попытавшись загасить этот конфликт. Не могу сказать, что это очень значимая история, но она очень характерна. Если уж учителя художественных школ прибегают к подобным инструментам, то что же нас ждет дальше? Редактор субтитров А.Семкин